Здравствуйте, мои дорогие! Решила сделать обзор на косметику Манхэттен. Я уже рассказывала, что я купила вот этот матирующий тональный крем. Нежный матирующий крем. И собрала я, значит, что у меня есть от Манхэттен. Решила поговорить с вами и рассказать свои впечатления о этой косметике. Первый раз я столкнулась с косметикой Манхэттен. Я скажу, в каком году? 1993 или 1992, где-то в этом промежутке. Значит, знакомая, купила у фарцовщиков помаду Манхэттен. И она была такая красивая, в какой-то серебристой упаковке, такого ярко-ядреного красного цвета. Ей она очень нравилась. И, в общем-то, она неплохо ложилась на губы. И, в общем, вот такие впечатления были у меня в то время. Значит, чем я недовольна? Купила я эти тени очень-очень давно. Наверное, этим теням уже лет пять, думаю. Может, шесть. Вот, смотрите. Могла бы я их уже до дыр дотереть. Но вот так вот они еще в таком состоянии. Здесь вот аппликатор четырехсторонний, длинный. Такой маленький, узенький. Не стала я вам показывать. Чем я недовольна? Недовольна, во-первых, это политка. Да, если тут еще есть какая-то различия в цвете, то вот здесь вот нет различия в цвете. Сегодня я вот накрасилась. Вот этот фиолетовый цвет. Немножко вот этого цвета я носила сюда. В общем, кистью нанести трудно. Аппликатором тереть и тереть. Вот эти вот тени я нанесла, как румяна. Вот эти вот попробовала под скулу. Вот эти вот сюда. Потом вот этот цвет сюда. Зеленые тени это от Essence. Порадовал меня Essence таким вот цветом красивым, травяным, зеленым. Нравится мне. Хорошо наносится, не сыпется. В общем, здесь голубой тоже у меня Essence покажу. Наверное, все тени, какие у меня есть от Essence. Я уже делала видео, что я покупаю постоянно от Essence. Это карандаш. Для глаз, но использую его для бровей. Посмотрите, пожалуйста. Есть у меня отзыв о Essence косметике. Так, значит, ну что могу сказать? Можно ее взять, конечно, в поездку, в отпуск, чтобы в чемодане не было много косметики. Вполне можно ее взять. Но, чтобы я их купила еще раз, их тени, думаю, я не куплю никогда. Так, вот тональная пудра сегодня на мне, матирующая. Что хочу сказать? Цена невысокая, но качество хорошее. Кожа не блестит. Скорее всего, даже, вот пишут они, что это нежный крем. Такой с пудровым эффектом. Я думаю, что для девушек, молодых девушек, он вполне будет подходящим, потому что молодая кожа выделяет жир, лицо блестит. У меня оно перестало блестеть с годами. Так что думаю, что оно вполне, что они обещают, то избывается. Куплю ли еще раз? Ну, я подумаю. Потому что много всяких новинок, много интересных тональных кремов. Есть у меня один фаворит, которому я расскажу тоже от Max Factor. Так что вот. Вполне хороший крем. Рекомендую. Стоит он, по-моему, то ли 4, то ли 3 евро. Ну, что-то в таком диапазоне. Маленькая упаковочка, хорошенькая такая. Так. Покупала я вот такой-такой карандаш для губ. Достоинство это то, что выкручивается, закручивается. Потому что бывают карандаши, которые выкручиваются и назад не закручиваются. В общем-то, неплохо на губах. Но карандаши я перестала покупать после того, как я открыла вот такую вещь. от Max Factor. Я в основном крашу полностью губы вот этой вот помадой. Но использую я ее как карандаш. У меня это устраивает. Купила я еще нюдовый цвет. Открою. Сделаю, наверное, видео о косметике Max Factor. Так что вот. Значит, пила я как-то вот эту удлиняющую тушь для глаз от Manhattan. Скажу, что я этой тушью довольна. Сегодня она у меня на глазах. И снизу, и сверху. Ей, наверное, уже месяца, я так думаю, 4, может 5. Со временем, конечно, она густеет. Но первоначально она была восхитительна. В общем-то, я считаю, что для 5 месяцев она немножко загустела. И еще и можно ей пользоваться. Это уже хороший результат. Например, Essence. У них такого результата нет. Тушь со временем начинает сыпаться. В общем-то, Essence, скорее всего, на 1-2 месяца. И все это выбрасывается. Ну, почему у меня эта тушь так долг? Кому некоторые скажут, надо менять тушь. Месяц попробовал, попользовался и выкинул. Ну, во-первых, у меня много туши. И я по настроению пользуюсь. То одно, то другое. Потом у меня нет раздражения от косметических продуктов. Так что, эту тушь я рекомендую. Тут написано. Супердлинные. С эффектом завитых ресниц. Тушь от Manhattan. Хорошая. Ну, сегодня вот еще хотела рассказать. Так как Essence, я так поняла, прекратили выпуск карандашей для глаз, которые используют для бровей светлого оттенка. Почему-то нету на стендах. Везде посмотрела. Этих карандашей нет. Остался только, по-моему, хот-скотч. Он такой темноватый. Вот от P2. Есть такой карандаш, но он тоже для глаз. Я использую для бровей, потому что он такой вот с таким золотистым эффектом. И брови, они смотрятся намного интереснее, когда с золотистым эффектом. Мне нравится золотистый эффект на бровях. Ну, такой. Присмотреться, если увидите. А так, чтобы он прям блестел-блестел. Вот, можете посмотреть. Так, вот еще. Значит, сегодня у меня на губах. Значит, контур и губы полностью покрыты карандашом от Manhattan. И вот такой вот блеск для губ. Купила за какие-то вообще смешные копейки. Не заморачивайся по поводу цены. Мне нравится блеск для губ. Вот с таким вот липким эффектом и густым. Потому что такие блески, они не растекаются по губам. И губы всегда в превосходном состоянии. Они как бы ухоженные. Не сушатся. Нету вот здесь потом вот потреск. Как это сказать? Нету растрескавшихся губ. Так. Рассказала. Вот, значит, купила этот, уже рассказывала, Тек и Макс. Значит, усилитель для ногтей. Написано, что значит, он можно наносить сверху или как базу. Ну, в общем-то, я довольна. Было две у меня попытки с Хель Хэнсен. Вот эта вторая вполне удачная. И почему я рассказываю о нём? Посмотрите моё видео о покупках Тек и Макс. Значит, и вот сегодня рассказываю о лаках от Манхэттен. Лаке от Манхэттен мне нравится. Покупаю и буду покупать, потому что объём у них небольшой. Цвета у них превосходные. Вот этот вот золотой. Это, по-моему, была лимитированная коллекция на зиму. Считать, я его купила в декабре. Состав не меняется. Какой был такой, остался. Это, по-моему, тоже я купила в декабре. Ограничная коллекция была. Не знаю, есть или нет. Напишу все номера. Вы попробуйте найти на стендах. В общем, вот это, по-моему, тоже лимитированный. Вот это, наверное, не лимитированный. А вот эти маленькие, они лимитированные. В общем-то, вот этот цвет такой потрясающий был на стенде и в пузырьке. Но на ногтях он смотрится совсем по-другому. В общем, вот посмотрите, серебристый лак. А это вот золотистый. Могу показать все руки. Видите, немножко облупились. Это я специально оставила не для того, чтобы вас напугать своими ногтями, а показать, как он долго держится. Я, значит, делала уборку, работала с водой. В общем-то, лак хорошо выдерживает. Такие вот состояния, когда вы убираетесь, что-то с водой, моете посуду, моете полы. В общем-то, откалывается. Если его без вот этого покрытия, то он будет как бы стираться с ногтей. А если уже вот с этим покрытием, да, то он будет как бы немного откалываться. Вот видите, откалывался лак. Наношу я эти лаки в два слоя. Мне больше нравится. Сегодня вот тут три слоя нанесла. Вот видите, третий слой уже. Так вот. В общем-то, сделала эксперимент для вас, чтобы вы посмотрели, как этот лак реагирует на воду. Ну, вполне, вполне он справляется с этим. Три дня держится отлично. Но что хочу сказать. У меня ногти короткие. На коротких ногтях лак всегда держится дольше. Имейте это в виду. Так что вот так. Спасибо за подписки на мой канал. Я смотрю, у меня появились новые подписчики. Оставайтесь на моем канале. Будет много чего интересного. Будет не только косметики, но и путешествия. Скорее всего, я закончу сагу о отпуске в Египте. Надо рассказать о дайвинг-клубах. Потом я расскажу о Мальдивах, Блокодивах, Маврикии, Мексике и других странах, которые я посетила. Дам свои советы. Что там посмотреть? Оставайтесь со мной. Всем счастья. Всем увидеть. Бирюзового моря теплого. И солнечных дней вам. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok